здравствуйте друзья о каникулах хотел поговорить с одной стороны и каникулы казалось бы это такое время для нас вот кто в школе работает ну во первых поехать куда-нибудь правда есть неделя плюс к этой неделе есть два выходных до два выходных после это уже девять дней а в этом конкретном случае у нас еще и пятница была тоже выходная 4 июля то есть тут уж совсем уже десять дней ну в общем можно было погулять кстати у нас кое-кто из сотрудников так вот и поехал но для меня например как человека который гуляет по своему расписанию для меня каникулы такое время когда я могу посидеть в офисе а я очень люблю сидеть в офисе мне дома не не так хорошо работает хотя у меня дома есть офис вот как работает в школе я не знаю почему когда никого нет вот когда тихо знаете так тихо пришел кофейку себе налил чайку себе налил и так и работаешь вот но в школе конечно там может телефончик зазвонить но ты можешь отвечать или не отвечать если времени урочное в конце концов я там не чтоб на телефон отвечать тут у нас начинается группа новая на самом деле даже две начинаются в онлайне и живьем группа full time обе начинаются 14 июля это вторник читал группе онлайн уже что-то она большая стала там 120 человек пока записалась и еще у нас там не знаю неделя в общем я даже не знаю что там получится хотя как бы сами понимаете в онлайне там никто ни с кем не толкается вот но я надеюсь что после третьего урока когда мы должны определиться студенты должны определиться кто остается я надеюсь что их поменьше будет но в общем растут обороты да и получается такая история что вот эта неделя в онлайновом классе она важна потому что им даны задания на подготовку первому уроку то есть мы на первый урок не собираемся чтобы я чем тем рассказал они должны посмотреть то что раньше было рассказано и выполнить некоторые задания они должны там тест сделать который мы потом разбираем на уроке в общем чтобы подготовиться к первому уроку нужно часа четыре минимум позаниматься так что вот ну и каждый следующий тоже то есть мы обычно занимаемся перед уроком а на уроке обсуждаем вот то чем они позанимались такая схема как бы в обратную сторону идет ну так вот значит люди там продолжают записываться их надо тоже проинструктировать и я могу это делать из дома могу сдачи там мне собственно не обязательно для этого присутствовать в классе смысле в классе в школе а вот что касается ребят которые сейчас приезжают вот сегодня приехал паренек вот он приходил сегодня уже утром приехала в 10 утра самолет у него был а потом он где-то часов там в 12 час пришел представиться а чего надо было встретить вот анна у нас работница нашего офиса которая в гугле раньше было вот аня поехала его встретила потом 11 числа у нас сразу двое приезжают с перерывом в час хорошо что в одном аэропорту я надеюсь что можно будет их там подобрать сразу двоих то есть вот эта неделя перед 14 да то есть наша каникулярная неделя она не такая простая у нас много дел потом люди звонят телефон звонит не умолкая вот я сегодня фактически весь рабочий день просидел бы все телефон звонил не умолкая народу было наших сотрудников тут и софия была пришли люди из какой-то японской компании значит договорились встретиться они берут там сколько-то практикантов хотели обсудить процесс как там как интервью как чего очень симпатичные ребята вообще с японцами очень приятно работать я вам скажу дальше что какие-то люди шли вереницей кто-то брал тесты в общем я хочу сказать что сотрудников было наверное так в какие-то моменты человек пять-шесть при том что в общем-то каникулы и реально присутствовать должна была только анна которая дежурная на телефоне и по встречам расселение вот они приезжают их надо расселять именно отдавать справки чтобы они квартиру снимали тогда меньше денег вперед требует со справкой то есть когда человек приехал вот он свалился неизвестно откуда ему говорят дай депазит побольше а там со справкой от школы ему не требует большого депазита то есть как бы и он идет как будто у него есть кредитная история какая-то то есть снижаются требования кредитной истории ну в общем такая вот история и я шел в офис не знаю какая там будет толпище и вообще не думал об этом я думал приду тихонечко сяду у меня есть несколько таких ну что ли вопросов которые мне надо порешать и в обычное время не удается потому что дерг 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 вот и ну никак я думаю вот в каникулы сяду сяду кофейку себе заварю и буду на читам вот интеллектуально напрягаться и чего вы себе думаете друзья вчера то я приходил тоже тут целый день просидел но вчера мы снимали двух блогеров да у нас была ольга брукман перед ней были ребята из сан-диего вот и я я в целом доволен обоими интервью довольно так интересно получилось с моей точки зрения вот а а тут значит но я думаю же ладно уже теперь интервью все прошли так я хоть поработаю на этом и часов наверное до четырех вот я пришел там к наверно пол одиннадцатого и до четырех часов я не мог даже приступить к тому чтобы значит вот заняться своими делами больше того у меня еще со вчера с вечера было видео вот так же как я сейчас еду домой вот я точно так же едучи домой записал видео на тему о том может ли открытие собственной корпорации человеком у которого нет разрешения на работу значит может ли это ему как бы дать возможность легитимно зарабатывать деньги в своей собственной корпорации записал это видео но у меня уже не было сил вчера вечером его вешать потому что я занимался блогерами которых записал я думаю ну с утра вот там но в общем я до этого видео добрался я уже не помню когда на часа в два дня там не раньше то есть что-то совсем я я понимаю что у меня ведь лежит видео которое ну как бы надо запустить в процесс и не не получается в общем что вам сказать и даже снять чего-то я может быть думал по ходу дела и ничего не снял кроме того что у меня экранчик появился к камере gopro если вопрос возникает зачем мне экранчик там вот человек говорит деньги на ветер выкинул нет не на ветер вот я сейчас еду смотрю на камеру это первый мой тестовый такой проход и я ее легко отладил чтобы не торчал капот точнее вот сейчас например по идее вы должны видеть справа маленький кусочек этого капота но это я сознательно принял такое решение как бы пытаясь сбалансировать вот там дорогу небо там и так далее это это мое сознательное решение я могу повернуть немножко камеру вот так да и вы будете видеть дорогу так я же вижу что вы видите ну давайте пока так немножко поедем вот поэтому это вопрос удобства не обязательно деньги тратиться на то чтобы съесть колбасы знаете или даже выпить пиво а бывает просто удобно что-то так что да так вот значит поставил я этот экранчик вроде нормально идет я не знаю вы мне скажете если что-то не так с качеством съемки в общем школа такое место где все дымится независимо от того каникулы это или нет приходит какие-то люди приходят какие-то студенты которые где-то там в процессе поиска работы и они может быть даже и не знают что каникулы потому что у них какие-то вопросы они зашли играть ой да у нас каникулы но все равно мы сели посмотрели что у них там происходит вчера приходил парень вот эта группа фуллтайм которая сейчас закончилась на днях вот вчера приходил один offer получил сегодня пришел другой offer получил чудо не дам пытались принести скушать но сейчас каникулы некому кушать во всяком случае они еще должны заполнять такую бумажечку где они пишут куда их взяли на какую зарплату и это абсолютно конфиденциально то есть мы не имеем права это все никуда девать и показывать публиковать так далее но когда приходят из штата калифорния нас инспектировать это должно быть файли вот она да потом для порядка должно быть здесь не сумма интересует интересует чтобы бумаг документ был в общем если человек не знаю там получил там 35 долларов в час и сказал что 18 значит так и есть никто его не проверяет ну или наоборот получил 18 сказал 35 я говорил раньше что у нас есть такой процесс если школа значит апрукт у нас такой статус апрукт стейта в калифорнии значит тогда вы должны школа должна каждый год заполнять такой репорт называется и не он репорт вот мы сейчас как раз на приступили и он заполняется по итогам прошлого года но должно пройти шесть месяцев для того чтобы можно было подвести статистику по плейсменту то есть плейсмент считается по последним то есть шесть месяцев с момента завершения курса вот но в данном случае у нас календарно поэтому мы смотрим вот те кто закончил и там плюс шесть месяцев и в общем июнь должен пройти и дальше в июле в августе мы делаем этот репорт обзваниваем все какое-то количество людей мы не знаем где они куда делись там и так далее в общем процесс время занимает поэтому они должны для софии заполнить такой значит там документ который потом файле студенческому лежит это как бюрократическая система на самом деле и с одной стороны время занимает с другой стороны если ты не в этой системе то ты например не можешь получать деньги за студентов которые находятся на анимплоймете потеряли работу и государство за них платит то есть чтобы вот таких студентов получать надо быть в этой системе не то чтобы это там большая часть нашего бизнеса но но мы считаем что это важно чтобы люди которые там потеряли работу могли прийти многие наши выпускники которые учились 10-15 лет назад приходят чтобы освежить там материал взять снова автоматизацию whitebox тестинг какие-то продвинутые вещи продвинутая автоматизация там у нас есть по программированию к учету так что мы считаем что это важно чтобы было поэтому вот они заполнили эти листочки это всегда с разговором там туда-сюда короче я к чему рассказываю что я думаю когда же это вот надо в школе находиться чтобы тебя не не дергали каждые там три-четыре-пять минут я в итоге сделал то что хотел я не могу сказать что так мне и не у так и не удалось мне добраться до того порачивая притопал но в общем у меня настроение от этого как-то подсаживалась не то что прям совсем портилось но я спрашивал себя знать так по что думаешь по что же это я жизнь свою прожигаю вот значит сидя сидя в этом офисе и не делая того ради чего пришел вот но в целом так концу дня поскольку я сделал то чего хотел настроение улучшилось я камера немножко если вы видите немножко подкручивают вперед подвинул угол вот только что поменял я пытаюсь понять как лучше снимать чтобы с одной стороны дорога не была во весь экран с другой стороны чтобы не получилось что небо во весь экран а вот какой-то баланс соблюдем вот я сейчас смотрю в этот экранчик мне кажется может быть слишком много дороги не знаю так вроде ничего но безусловно это это не не сопоставимо с тем как мы раньше ездили это небо и земля я очень доволен тем что у меня теперь есть экранчик особенно бывает куда-нибудь затопаешь там на не знаю на open house какой-нибудь дом против и не видишь что в кадр попадает когда дом снимаешь это вообще катастрофа так что я я очень-очень доволен да вот теперь каникулы вот тебе и отдохнул что называется да у меня какой-то еще такой творческий что ли кризис то есть я не не то чтобы я не знаю что можно снять но нет такого чтоб меня распирала знаете вот распирает и ты не можешь удержаться и ты прям пошел у меня отдушина конечно это это вот интервью с блогерами вообще интервью с людьми мне очень нравится особенно вот когда совсем не знакомые я же вместе с вами открываю для себя у нас никаких предварительных там разговоров нет и я я даже не спрашиваю там чего можно спрашивать чего нельзя спрашивать обычно ну или они говорят бывает некоторые гадать знаете вот об этом об этом я вас попрошу меня не спрашивать вот а так я буду в крайнем случае так и вырежем если что но вы видите на самом деле по видеоряду что мы практически ничего и не вырезаем там там ничего такого нет то есть девяносто девять процентов это такая вот можно сказать прямая съемка такой можно сказать почти прямой эфир хотя ключи без без купюр без ничего вот и у меня есть большой список блогеров ребята накидали я очень признателен они у меня там все в этом спам фильтре лежат поскольку там линки ссылки вот я так периодически посматриваю кто-то там подходит кто-то меньше подходит есть люди которые как бы я понимаю что я с ними не буду ничего делать они мне как-то так но в той или иной мере не подходит для этого то есть бывают люди очень раскручены я думаю ну чё же он и так раскручены что же я его буду когда есть ребята которых там никто не знает их надо показать вот поэтому я как-то в гораздо большей степени смотрю на тех у кого там есть пару тысяч подписчиков и вот они мне очень интересно и и даже вот гриша из нью-йорка там гриша кацу которого был 31 подписчик когда мы с ним разговаривали и последний раз я посмотрел а у него за сотню перевалило то есть у него нет там не стало тысячу довольно две но все равно вот нашлись люди которым интересен гриша и я очень рад по поскольку он он мне очень понравился опять это было неожиданно совершенно я никак не мог знать там что за человек чем живет вот как разговаривать у ничего манера разговор такая необычная так что в общем такие дела так что я пока вот смотрю в будущее на предмет блогеров у меня есть несколько там загашники со мной еще сложно знаете бывает связаться по времени и вот прежде чем мы с блогером там что-то сделаем это может случиться в течение там часа вдруг какой-то контакт могу все снимаем а может случиться что например и пару недель где-то вот мы туда-сюда и дергаем друг друга есть нет да пошли тогда завтра раз да тогда через через два дня вот мы с сергеем из мичигана мы с ним долго так вот но перекликались перекликались пока наконец сели и и стали записывать тоже нужно чтоб момент так подошел еще разница во времени вот такие у нас дела такие у нас каникулы так вот мы и отдыхаем на чем наверно я с вами и попрощаюсь и вот такая значит наша жизнь блогерская педагогическая ну и вообще так американская калифорнийская силиконово долинное вот это наш выбор мы мы сами так хотели и мы с удовольствием живем эту жизнь я не жалуюсь я наоборот просто рассказываюсь и и в целом я очень доволен я помню время когда когда я очень остро ощущал невостребованность свою понимаете вот ставят тогда совсем плохо совсем совсем плохо вот а когда ты через чур востребован друзья это можно пережить это беда но небольшая счастливо и до скорых встреч job о Kristen у в в в в Субтитры подогнал «Симон»